Первые 15 контейнеров посёлка Искателей появились в 2013 году. Спустя 4 года такие современные мусорные баки установлены уже на всей территории рабочего посёлка. Мы согласовали, сделали, естественно, проект, согласовали с Роспотребнадзором. И по этому принципу всё расставили по посёлку. Мы, в принципе, охватили все районы. И охватываем даже, условно, частников, если они заключают товар на вывоз, и ставим. У нас было приобретено 200 баков плюс две машины, которые вывозят. Григорий Коваленко отмечает, установка таких контейнеров не потребовала значительных материальных затрат. А плюсы очевидны. Плотная крышка не позволяет распространяться неприятным запахом и проникновением в него мелких грызунов и домашних животных. Такие баки легче, не подвержены коррозии, легко поддаются санитарной обработке, имеют большую вместительность. Что уж говорить про эстетический вид. Всё чисто и аккуратно, чего не скажешь о городе. Бордель, что я вижу, бордель настоящий. Не убирая соборня. Вон, собаки, крышки должны закрываться. Ну вот это да, это проблема. Это проблема. У вас тоже это есть, да? У нас тоже это есть, потому что собак в море. Собаки сейчас в таком разгуле, особенно вот у нас, Хриверская, там действительно надо что-то делать уже. Не так часто выбирают, как хотелось бы. Ну а валяется вот он где-то, вы видели? Ну, на Евтыцевой улице иногда собаки вытаскивают. Было такое, да, как собаки. Или ветер, может быть, не знаю даже. А где вы видели? Где-то вот в той стороне было, где-то во дворах. Там где-то мусорки были. И там пару дней назад было такое, что пакеты валялись по всему двору разбросанные. Ну, здесь вот проходя мимо, конечно, собаки растаскивают. Если услышали, что там что-то есть съедобное, им же есть хочется. Голодные, они холодные. Решение проблемы, говорят горожане, только установка специальных контейнеров с крышками или сооружения закрытых блоков, мусороприемников, как это сделано во многих городах России. Чтобы их приобрести, управляющей компанией денег нет. На что их приобретем? Жильцы, естественно, зайдите в любую квартиру и спросите, кто. Да ну, какой, до свидания, двери не хотят поменять у себя свои. Поэтому это должна быть какая-то программа городская, администрация. Все мусорки принадлежат не управляющим компаниям, а городу. Мы их только вывозим. Поэтому, значит, город должен выделить какие-то средства, приобрести эти мусорные контейнеры, поменять машины, потому что к этим мусорным контейнерам нужны другие машины, погрузчики, которые вот эти контейнеры грузят. И все, и все, дело наладится. И в городе будет чистота и порядок. В городской администрации разводят руками, мол, соответствующие полномочия по утилизации и вывозу мусора с 2016 года в соответствии с федеральным законом перешли на региональный уровень. Словно раньше этой проблемы и не существовало. В окружной администрации пояснили, контейнеры с крышкой поставить можно, но за счет средств собственников жилья, то есть самих жильцов. Большинство контейнерных площадок в городе Наринмаре входят в состав общедомового имущества многоквартирных домов. Соответственно, расходы по содержанию контейнеров и контейнерных площадок несут собственники помещений. Таким образом, оборудование контейнерных площадок контейнерами с крышками возможно за счет платы за жилищные услуги по договоренности с управляющей компанией или за счет дополнительных средств собственников жилья. Так что с проблемой разбросанного по всему городу мусора придется бороться самим людям и на собственные деньги.